Здравствуйте, я всем представился для того, чтобы это все немного сократить. Представьтесь, как Вас зовут, фамилия и отчество? Я, Елисейв Александр Сергеевич. И я, откуда Вы? Город Москва. В самой Москве проживаете? Ну да. А на какой улице? На территории войсковой части 61-81-9. Да. Вы даете право и согласие? Да. И Вы, пожалуйста, тоже представьте. Явнов Сергей Вячеславович, ворота Москва, также. Рядом с Частью жил. Рядом с чем? С Частью тоже, к Частью. Какая ворота с Частью? 61-89-9. Вы из одной части и вместе попали, да? И еще у нас два представителя. Один из них представитель Санкт-Петербурга. Представьтесь, как зовут? Урусов Никита Алексеевич, город Санкт-Петербург. А где проживали в Санкт-Петербурге? На подводнику Кузьмина. И Вас как зовут? Без Лер, Санкт-Петербург. Без Лер, правильно? Без Лер. Но Вы не родственник того самого. Обязательно будут спрашивать. Не родственник. Ну Вы о нем что-то читали, да? Да. Я понял. А откуда Вы? Санкт-Петербург. Тоже из Санкт-Петербурга? И Вы тоже из одной части? Да. Какая часть? 31-985. Хорошо. Давайте тогда расскажите, пожалуйста, как Вы попали в Украину? Да. Санкт-Петербург. 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 Д genn Wähelen в крыше. Мы двигались по полям, по дорогам, встали в поле, но мы танкисты, нас садили с танка, с 25-го где-то числа нас садили. Должность звания ваша? Научки опирата Т-80, рядовые оба. А звания? Рядовые. Вы двигались по полям, попали под обстрел? Нет. Нас садили с танков и посадили на охрану КамАЗов. И колонна свернулась рано утром, а нас стояли на КамАЗе. Водитель КамАЗа не вернулся и мы ушли. С чем это связано было? Ваша пересадка на КамАЗ? Посадили сержантов на наши места. И они поехали дальше? Ну, мы все двигались вместе в колонне. Встали в поле, замаскировали технику. Потом колонна начала уезжать. Мы остались в КамАЗе вдвоем. Я пытался его завести безуспешно. Выглянул, так сказать, выбежал из КамАЗа. Смотрю какая-то колонна еще летит на нас на полной скорости. Колонна российская? Мы не знаем. И что было? Ну, похватали вещи и все, и ушли. Я не понимаю, вас что оставили, что ли? Да. А как же слоган российской армии «Своих не бросаем»? Везде написано. С кем вот общались, всех выбросали. И мы с кем общались, всех выбросали. Получается, на тот слоган меня «Своих бросаем», что ли? Наверное. Хорошо. И как вы попали на поля уже? Шли по полям. Вышли к деревне. Там местные жители. Нас приняли, да, уже. Ну, то есть приняли. Вы с оружием вышли или вы побросали уже? Оружие было рядом, вот здесь. Мы видели Урал. Мы не поняли, какое оно. Мы за деревней стояли, за домами прятались. Местные уже вышли. Ну, предложили сдаться нам. У вас, говорят, либо мы, либо сейчас местные. Военные застряли. Ну, это правда номерная была. Мы, говорят, типа, сдавайтесь. Мы поняли, что у нас ситуация безвыходная вообще. Шесть человек меня слышал. Мы сдали оружие. А у вас сколько было? Двое. Ну, да. Я думал, может еще просто. И нас передали в СБУ. Ну, дальнейшая история интересует только в контексте того, вас пытали, били из депрессии? Ну, нет. Отношения нормальные. Здесь, а не функция. Немного разума. Это логично здесь. И даже с того, что он в Казахстане. Это кастрюль? Да. В Казахстане. Сколько сейчас человек помещен с вами? В камере 7-8. У меня 8. А, вы по-разному. Там, где мы сейчас записываем интервью? 6-6. Нет других людей, которые угрожают, чтобы вы под силой с нами общались? Нет. Больше того, что ты за голову позвонил, то сложно показать, наверное. Я себя не могу показать. Не могу. Добрый день. Вот так вот. Вот так вот все происходит. Так, хорошо. Вы же были без зубных счетов, без тапок, без... Все вы ничего. Все да. Все да. Хорошо. Ребят, я вас прошу расслабьтесь. Это не допрос. Вы говорите то, что вы хотите, контраргументируйте так, как вы хотите. И вообще это беседа. Понимаете? Да. Вы, кстати, даете право и согласие на публикацию этого интервью? Да. 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 Потому что я вас не спрашиваю. Я уже вы кого забываю. Хорошо. Теперь вы, ребята, расскажите, пожалуйста, историю, как попали в Украину и как попали в Украину. 24-го числа оставить 23-го часа. Ну, в ночь нам сказали, что будет совершен марш на станцию погрузки. Ага. Ага. Ну, выехали где-то в... Ну, 12-го, 1-го час ночи где-то так выехали. Всю ночь ехали. Колонной. Все. А с утра, с правой стороны... В какой населенный пункт вы заехали? Я не знаю. Откуда хотя бы вы езжали? Ну, мы совершали марш с Курской области. Так. В сторону Белгородской области. Так. А потом Украина куда попали? Ну, вот на рассвете с правой стороны трезубец уже увидели. Угу. Остановились. Там спереди БТР-ы стояли. Хотели спросить, что, как... Ну, БТР-ы тронулись, и мы за ними поехали дальше. Угу. Все. Сутки ехали. И ночи 24-го числа уже, ну, с 24 на 25-го переночевали в палисаднике в лесу. Угу. С трак нам подъехали. И поставили нас, ну, с двух сторон асфальт. На трех танках мы были. Ну, три танка. А что, другая техника никуда делась? Ну, мы... Ночью у нас один танк в обочину свалился. Мы его вытаскивали, вытаскивали. Остались. Вот три танка только. А всего четыре что-то было? Ну, у нас только три танка осталось. Угу. Не, я не говорю изначально. Сколько заезжал? Да. Штук шесть-семь заезжал он танков. То есть вы больше половины, получается, оставили по дороге? Я не знаю. Просто мы остались вытаскивать танк наш. А там уже ночь была. Где-то его уже. Понятно. Ну, ночь вытащили. И дальше что было? Ну, поставили нас по обочинам асфальтированной дороги. Все сказали, стойте. Мы стояли. 27 числа за нами приехали. Сказали, выдвигаемся. Куда что-нибудь тоже не сказали. У нас уже топлива не было. А кто приехал? Сколько машин приехало? А кто командовал? Да просто на БТРе приехали и сказали ехать за ними и все. А, понял. И мы за ними поехали. Угу. Ну, километра 3-4 может проехали и встали. Потом, что топливо кончилось у нас. И? Ну, все. Там гражданские подошли. Из деревни люди. Ну, мужчина в возрасте подошел. Сказал, что это, ну, лучше нам уйти отсюда. Так. И что взяли? Ну, все. Мы танк оставили и ушли. И куда вы прошли? Только в гору поднялись. Тарообороны. Подъехали на гражданские машины. Человек 20 может. Вы с оружием были? Ну, с личным оружием с автоматом. Угу. И что они вас не боялись? Тарообороны. Ну, мы не стреляли. Они гражданские все были. Угу. Ну, и вас тоже увезли куда-то, да? Да. Сказали сдать оружие, вы сдали? Да. А чего вы так поступили? Вы же вроде бы пришли воевать. Ну, гражданские стреляли. Люди в гражданке. Ни военные, ни кто. Ну, так они что же с оружием были? Да, не стали мы никого стрелять. Ну, вы перед этим как-то вообще поговорили с ними? Ну, мы только в деревне общались с мужчиной в возрасте. А что он вам говорил? Да они боялись, что мы будем стрелять или еще что-то. Мы сказали, что мы не будем стрелять. Что все хорошо. Угу. Понятно. Ну, вам есть что добавить к этой истории хоть по-моему? Нет. Он рассказал уже все. То же самое. То же самое. Скажите, пожалуйста, вот по вашим ощущениям, зачем вот это? Я не знаю. Не могу сказать. А вы жили в Москве? Да. Можете сказать, в какой школе вы учились? Я в школе учился в Республике Мордовия. В Москве, ну, проживаю и прохожу службу. А, это вы просто, и с какого года? С 2016 года. Угу, в 2016 году. Ну, вы поступили, получается, на службу в часть в Москве. Да. А вы? Тоже в 2017 году на службу пришел. А сами вы откуда вообще? В Владимир. Из города Владимир. Да. Вам дали квартиры, да, в Москве какие-то имена? Ну, служебные, общага там. В общаге? Да. Я понял. Хорошо. Слушайте, а вы в Пите изначально проживали? Да. Да, изначально. А можете сказать, в какой школе вы учились? В 504-й. А можете вспомнить классного руководителя, например? Нет, сложно. Ну, вспомните, может вспомнить. Ну, хоть пару одноклассников каких-то. Я объясню, почему задаю этот вопрос. Россияне не верят, что это вы. Ну, как не верят? Они там, может, боты приходят, может, делают вид такой. Короче, они вас признавать не хотят вообще. Да? Они говорят, что это все украинский драмтеатр собрался, и вот мы такое записываем фейтовое видео. Вот для такого абсурда доходит. Поэтому мы уже спрашиваем там школы, я не знаю, одноклассников там, я не знаю. Да, в соцсети есть кто-то какие-то? В Инстаграме кто-то есть? В ВКонтакте есть. В ВКонтакте мы не заходим вообще принципиально. в Одноклассники. В Инстаграм и Фейсбук? В Инстаграм. В Инстаграм. Только Инстаграм можно? А вы в какой школе живёте? В 53-й. В 53-й. Вы можете вспомнить классного молодителя? Титенко Наталья. Уже кто не помнит. Ходите свой профиль. Можно вняти. Титенко Наталья. А пару может быть Одноклассниковой или Одноклассницей? Богданова Виктория, Одноклассницова. Владислав Богданов, Одноклассниковой. Алимов Виктор. Это в каком ходу школу закончили, если помните? В шестнадцатом году. А, в шестнадцатом году вы совсем недавно, получается, закончили школу? Да. А вы контрактник? Срочник. Вы срочник? Да. То есть вы даже контракт не сумели подписать? Не хочу. Не хотел. Тоже срочник. И вы срочник? Да. А, ну тут как такой это, джекпот. Короче, двое из Питера, двое из Москвы. И вот два парня из Питера срочники. Скажите, пожалуйста, в основном попадают люди из малообеспеченных семей. Вы из каких-то окраин вообще далекий, да? Вот как так случилось? Тут вы просто двое из Питера. Много из Питера людей призывалось вот идти на проект? Мы не знаем. Ну вот среди ваших сослуживцев, например. Я знаю, что с восемь срочников нас отправляли. Ну, с нашего подразделения. Они мысленно, ну то есть они знали, что вы срочники? Да. Потому что они давали комментарий, ну как они, генштаб ваш, что это была ошибка, что перепутали, срочники не должны были идти. А вы говорите, что мысленно. Ну как бы мы понимаем, что перепутать не могли? Что они четко понимали, что это... Вам командир сказал 23-го утром то, что срочники не поедут на марш. Срочники останутся в лагере. Угу. В итоге там сказали, что я за все. Хорошее командование у нас. Сейчас я покажу в соцсеть, по крайней мере, это ваша, правильно? Да. Никита Уру. По фотографиям здесь никакой военной тематики нет, но легко можно понять, что этот человек действительно из Питера по локациями, по другим фотографиям. Хорошо, а как вы оцениваете действия вашего руководства, вашего командования в отношении вас? Вообще без комментариев. Без комментариев. Принимается. Вы занимались, я смотрю, стоями без правил, да? Да. Слушай, ну люди же посмотрят, они в состоянии, да? На Ютубе есть канал там тоже. На Ютубе есть канал? Не у меня, не у меня, а вот где бои выкладывались. А нет. В Питере проводились. А как канал называется? Не помню. Соло Дэй. Еще раз? Соло Дэй у Никиты Солонина. Угу. И там вы есть. Да. У вас титул есть? Нет. Слушайте, вы как бы молодой перспективный человек, все у вас хорошо, вы занимаетесь спортом. Вам вот это вот нужно было вообще? Нет. Призвали на срочную службу, а пошел. А почему так вот? Почему россияне не отказываются от срочной службы? Или это обязанность? Обязанность. Обязанность. Это вы что будете делать? Выполнять какие-то гражданские работы? На почте, там еще где-то, в таких вот организациях гражданских государствах. Хорошо. И вы, пожалуйста, еще тоже расскажите, ну в чем смысл вот этого всего дела, что вас сюда послали и видите ли вы в этом какой-то смысл? Не видите? Да нет. Не видим мы в этом смысле. Нас отправили. Мы поехали. Вы скажите пару слов. Совсем молчите. Он рассказывает тоже. Комментарий нет, я не знаю смысла этой войны. Нет. Не видите тоже смысл в этой войне. Мы тоже не видим. Мы просто пытаемся... Ну вы понимаете, зачем мы это делаем, да? Мы же вроде бы перед интервью говорили вам для того, чтобы от ваших уст, для того чтобы, во-первых, вас узнали, вы тоже можете что-то передать. Я так понимаю, не ваш, не ваш номер мы не нашли перед интервью. Да? Нет. Не нашли. Ну скажите хоть пару слов о том, что вы живы, здоровы, да с вами все в порядке. Живы, здоровы. Отношения хорошие. Кормят. Не бьют. Все хорошо. Алло, добрый день. Здравствуйте. Вас беспокоят журналисты из Украины. Меня зовут Дмитрий. Рядом со мной находится ваш сын Артем Алексеевич. Если вы хотите с ним побеседовать, мне нужно, чтобы вы разрешили проводить фото-фиксацию, фото-видео фиксацию в дальнейшей публикации. Что вам это? Это такие правила площадки, на которые будет размещаться видео. И Российская Федерация потом пишет жалобы. Видео чего? Видео хватает? Мы сейчас берем интервью у вашего сына. Вы его сможете посмотреть на YouTube-канале Владимир Золкин. Если вы с ним хотите сейчас пообщаться голосом, вы должны дать разрешение на запись. Так, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, вы хотите выложить запись, да? Я очень, конечно, хочу пообщаться с сыном. Потому что я с ума схожу и не понимаю, что с ним происходит, в каком он состоянии и все прочее. Но поймите меня правильно, что в дальнейшем, какую публикацию вы выложите, что в дальнейшем ждет моего сына. Этот разговор никак не повлияет на судьбу вашего сына. Вообще никак. Мы гражданские журналисты. Уже выложено более 100 интервью с пленными. Вот как бы и все. Они с нами добровольно разговаривают. Вы посмотрите это на видео. Если вы хотите с ним пообщаться, вы должны разрешить. Это не наше требование. Это так хочет YouTube. Все люди, которые принимают участие в записи, должны дать свое согласие. Вы даете согласие на запись и публикацию этого разговора? Я хотела бы уточнить, как вас зовут. Дмитрий. Дмитрий. А по имени у Дмитрия есть? Ваш сын видел наши пресс-карты. Но я такого не видела. Вы посмотрите его интервью. Очень интересно. Смотрите, у нас мало времени. Вы хотите пообщаться с сыном или нет? У меня нет. Я хочу пообщаться с сыном. Вы даете согласие на запись? Моего разговора с ним? Да. Да. Да, хорошо. Алло, мам, привет. Это я. Я солнышко мое, да? Я нормально, живу здоров. Нахожу сейчас в плену. Я знаю. Я видела фотографии, я видела видео. Я все прекрасно видела. Я пишу письма, где могу. И куда могу, и куда не могу тоже. Но пока результатов нет совершенно. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Ты в часть звонила? Я звонила в часть, они не отвечают. Я писала письмо в часть. И не только в часть. Не плачь, все хорошо, я жив. Какой? Я очень рада, что ты жив. Как ты себя чувствуешь? Чувствую себя хорошо. Ты так кормят? Да. Я не знаю, чем все это закончится. Все хорошо. Я не знаю, как он до тебя вернул. Я не могу сейчас тебе ничего сказать. Абсолютно. Когда я тебя вернул, старайся, пожалуйста, со мной связаться. Обязательно. До того, как ты попадешь куда-либо. Обязательно тебе позвоню. Я тебе, пожалуйста, через день звоню в Минобороны, но я пока в списках нету. На обмен. Ну, в смысле, у них списки уже появляются после того, как поменяли. Мне каждый раз говорят только то, что пока не поменяли, пока не поменяли. А можно я кое-что скажу вашей маме? Совет небольшой. Здравствуйте. Я тоже журналист. Меня зовут Владимир. Моя фамилия Золкин. И одноименный YouTube канал. У меня вам есть совет небольшой. Некоторые родители используют наши видео, предоставляют их в Минобороны РФ, для того, чтобы показать, что их сын действительно находится в плену. То есть, вы так же можете использовать наши видео. Да. Я вас поняла. Они подтвердили мне, не только 2 апреля, они мне подтвердили, что он находится, ну, по крайней мере, они мне подтвердили... А, все, все, все. Они мне подтвердили... Да, да. Некоторым просто не подтверждают. Устно. Устно. Устно по... Как это называется? Горячая линия. С горячей линией Минобороны мне подтвердили, что он находится в списках уплененных. Угу. А письменно в чем проблема? Почему не подтверждают? Официально. А, официально все. Я... Я не знаю. Я не понимаю. Я писала письма. Ответа мне пока не пришло. Ну, у них же установлены сроки, и, возможно, эти сроки еще не вышли. Я не могу вам сказать. А можно вам один вопрос? Вы сейчас договоритесь с сыном. Можно один вопрос вам? Какой? Ну, смотрите. Я, во-первых, вам хотел объяснить, для чего мы это все делаем, да? Ну, то, чтобы вы так сильно не волновались, потому что с вашим сыном действительно все в порядке, и с ним будет все в порядке. Вот. А делаем мы это для того, чтобы... Это такой гуманитарный проект. То есть, мы показываем вам, ваших детей, во-первых, да, что с ними все, что они живы-здоровы. Во-вторых, даем им возможность позвонить. Вот с вашей, с российской стороны, никто ничего такого не делает. То есть, наши матери украинские не знают, что с ними детьми, с их детьми не знают, в каких они условиях находятся и так далее. Вот. И для этого мы делаем это все. А также мы интересуемся всегда мнением россиян, вот зачем вот это вот все нужно, как вы можете себе это объяснить. Вот как-то вы пытались себе объяснить вот цель вот этой всей войны, которую вы называете спецоперацией. В чем ее цель? Я ничего нигде не называю. Во-первых, мой сын пошел служить в армию, не по контракту, а служить именно, ну, положенный срок службы, который он должен был как отслужить и вернуться домой. В результате он оказался неизвестно где и неизвестно зачем. Он не подписывал контракта. Насколько мне известно. Насколько мне известно. Он подписал только какой-то рапорт и тот обманным путем. В результате он оказался вообще непонятно где. Хотя мне он утверждал, что у них учились учения. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. 9 февраля я о своем сыне до сегодняшнего момента вообще ничего не слышала, не видела, не знала. Ну вот видите, значит это не так уж плохо, что мы вам сейчас звоним. Значит это не так уж плохо. Просто история следующая. Другие матери тоже могут отправить своих детей и от этого могут пострадать, погибнуть и их дети, и наши дети здесь. И мы пытаемся... Да, да. Я вас поняла, я вас поняла, что вы хотите сказать. Я вас прекрасно поняла. Но вы поймите, что не мы их отправляем. Мы отправляем их Ваню, как положено служить. То есть вот они обязаны нас служить. Да? Этот свой год. Отдать долг родине, так называемый. Вот он туда и пошел. Он должен был служить и вернулся в июне домой. В результате тут началось непонятно что. И мой сын оказался не спрятаться где и не спрятаться зачем. Я понимаю, Ваня. Я не могу прокомментировать вам. Ничего абсолютно не могу. Понимаете? Ничего. Не, ну вот без привязки к вашему сыну в общих чертах. Зачем это все происходит? Какова цель? Вы же наверно телевизор там смотрите. Это же наверно вам как-то объясняют в России. Я телевизор не смотрю уже много лет. Понял. Все, договорились. Я не лезу. Все. Все, мам. Успокойся. Я не лезу в политику, потому что я мне ничего не понимаю. Мам. Все. Успокойся. Не переживай. Все будет хорошо. Как можно не переживать? Каким образом? Я, можно сказать, не на сайте. Ну вот, ты слышишь. Ты слышишь мой голос. Я, можно сказать, на больничном из-за того, что я не могу выйти на работу из-за своего состояния. Потому что сначала я вообще не знала ни где-то, ни что чтобы. Потом я увидела эти видео. Потом я пыталась добиться, чтобы тебя признали официально. Успокойся. Я очень рада, что ты жив. И с тобой все хорошо. Успокойся, пожалуйста, мам. Скажи, что с вами все в порядке, все нормально. И потому что времени будет так много. Все, мам. Успокойся. Это ты можешь, если у тебя остался номер Саши, позвони ему, напиши. Может, его правда что-то сможет сделать. Ну и это интервью он нас может посмотреть и убедить, за что с вами считаю. Какой Саша? Ты имеешь в виду соседа? Нет. Ты у него дома? Нет. Поймел? Ну, друг мой, который. Все ребята за тебя переживают. Помогают мне как могут. Твои одноклассники, твои друзья тоже. Я с ними связывалась, ну точнее, они со мной. Они тоже видели все эти видео и что прочее. Будь осторожен, пожалуйста. И ты у меня не глупый мальчик. Поэтому думай прежде чем что-то сказать. Я знаю. Можно я еще скажу? Еще раз. Еще раз просто хочу вам сказать. Им здесь ничего не угрожает. Ничего не угрожает. Вы, наверное, имеете в виду, чтобы он думал, что сказать, что ему что-то угрожает по возвращению в Россию. Вот это вот возможно. А здесь ему не угрожает ничего. Абсолютно. Вы поймите, что он живет в России. Он гражданин России. Да, мы понимаем. Мы же задаемся вопросом, что у нас здесь делают граждане России и с какой целью. Понимаете? Для этого наш проект существует. Чтобы граждане России меньше выходили с какими-то транспарантами непонятными на поддержку войны. И больше задумались, что война это никому не нужна. Вот зачем мы это делаем. И все. А вашему сыну ничего не угрожает. Я не видела. Я не видела, чтобы здесь в поддержку войны или чего-то Акции за мир. За мир у вас акции. С буквочками З машины ездят. И на транспарантах буквочка З и как бы за мир. Но только у вас настолько перевернутая реальность, что вы выходите как бы за мир и не понимаете, что вы выходите за войну. Нет. Во-первых, войны нет. Как утверждают. Подождите. Утверждают? А что же ваш сын делает в плену в Украине в таком случае? Если войны нет? Нет. Во-первых, он поехал на учения. Да я понимаю, что он поехал на учения. Он же заехал в Украину. Это все, что мне известно. Но при этом вы утверждаете, что войны нет. Я понимаю. Я вообще не знаю каким образом и кто их туда отправил. Вы это поймите. Но зато вы уверены, что войны нет. Но зато вы уверены, что войны нет, да? Нет, я ни в чем не уверена. Ну вы говорите нет. Да хорошо, называйте ее спецоперацией. Я понимаю, что у вас нельзя называть вещи своими именами, потому что вы живете в России. Называйте это спецоперацией. Но она же есть. Люди-то гибнут. Дети гибнут. Вашему ребенку повезло, что он в плен попал. Понимаете? Война есть. Называйте ее как хотите. Ему здесь ничего не угрожает. Все. Что же я вам хотел сказать? На ютубе посмотрите. Да. Ютуб канал Владимир Золкин есть там такой. И все эти интервью вы можете там смотреть без нарезки, без монтажа. То есть убеждаться в том, что ваши дети живы и здоровы. А не верить там фейкам, которые там гоняют по телевизору у вас. Я вам еще раз повторяю, я телевизор не смотрю, потому что… И все это из-за спальника. Ты капитан может быть? Который был у вас на видео. И я пыталась объяснить людям, что ты ходил в походы и ты ображаешь где-то находишься. И что ты не дурак и ни за что бы даже пойдя за водой не оставил бы свой спальник просто так где-то на улице. Расскажите для мамы за одну минуту, как вы попали в плен и что произошло? Нас. Как мы попали, нас. Все объяснить. Нас, во-первых, с танков пересадили в КАМАЗы. Потом оставили на охране. Колонна уехала, нас оставили в КАМАЗе все. Ну, двоих. А он утверждает, что вы шли куда-то в лес солонный и вы сбежали. То есть, как бы вы зашли в лес, а утром вас уже не было. Вы уже сбежали. Это утверждает твой непосредственный начальник. Он пытается… А он уже не спросите. Пожалуйста, не вставляйте это в видео. Я вас очень прошу. Потому что я боюсь за моего ребенка, я боюсь, что ему потом будет выражать еще больше опартов. Я еще раз прошу прощения. Просто попытаюсь выяснить логику. Смотрите. Какой-то капитан, непосредственный начальник вашего сына… Я выключил запись, но когда вы начали это снова говорить, я ее включил. Потому что получается так, что если вы сейчас никак не будете отвечать на эту всю историю, то получится и будет записано, что ваш сын реально там куда-то сбежал, дезертировал и так далее. Но это не является правдой. Потому что сбежал на самом деле тот капитан. Если вы не будете этого доказывать, то плохо будет вашему сыну от этого. Понимаете? Я пытаюсь это доказывать. Я не знаю, кому с этим идти и как это доказать. Они утверждают, во-первых, у них нет контрактов. На тот момент, когда их отправили на учение, у них были подписаны опять же обманным путем рапорта. Контрактов у них не было. И он по факту срочник. Но мне утверждают все обратное, что он контрактник. Он подписал контракт. Контракты их вынуждали точно так подписать, обманным путем. Вы подписывали контракт? О чем я говорила? Нам давали репортал. Мы сказали, что мы не будем контрактниками. Пускай лучше будет чужая подпись стоять, чем своя. Потому что это будет проще доказать, если что-то случится. Я не знала ничего о том, что будет дальше. Там стоит ваша подпись, скажите честно? Ну, так вот. На контракте или на рапорте? На рапорте. Нет. На контракт. На контракт. Так вы не подписывали контракт. Вы попали сюда незаконным путем, и все то, что там рассказывает ваш капитан, это чепуха. Потому что сам факт вашего попадания сюда, он трижды незаконен. Актем, пожалуйста, скажи мне номер твоего жетона. Я не помню, ну я помню цифру, но не помню буквы. Мне очень необходим будет номер жетона. Четыреста восемьдесят ноль пять. Четыреста восемьдесят ноль пять. Четыреста восемьдесят ноль пять. А буквы нет на ряда? То есть вы России должны доказывать, что тоже, что вы там вы слышите? Не знаю. Ах, какой абсурд. Четыреста восемьдесят ноль пять. Правильно? А буквы? Буквы не помню вообще никак. Реально равноводействие системы. Жетона у тебя нет? Ну, сейчас при себе нет. Вся проблема с этим самым, что он врет во-первых. Врет, что он якобы общался со мной. Я не могу до него дозвонить, он просто не берет трубку на мои звонки. Он врет все полностью. Я понимаю прекрасно, что ты никак не мог сбежать по одной простой причине. Ты не дебил. И бежать всякое без документов в чужой стране куда-то. Зачем? Для чего? Бегут, если то бегут домой нормальные люди. А пусть она скажет номер телефона этого командира. Ты явно не дебил для того, чтобы это сделать. А он пытается утверждать обратное. Потому что он вас сбросил и вы будете какую-то свою задницу прикрывать. Ты можешь сказать номер капитана? Номер чего? Капитана. Я его сейчас не могу тебе сказать, потому что я не знаю, где-то на бумажке записывал. Пусть найдет, мы перезвоним. Она продиктует. Ты сможешь найти ее? Потом перезвонит, что продиктовал. Я постараюсь его найти, только зачем я могу. Мы наберем капитана и договоримся. Чтобы не награли и погубрились. Вы поймите, что ваш сын уже в плену хуже. Я вам не про вас говорю сейчас. Вы поймите, что он живет не в Украине. Он не житель, не гражданин Украины. Он гражданин России. Именно поэтому он и в плену. Вы поймите, что... Вы понимаете абсурдную ситуацию? Да. Вы, мать, переживаете за сына, что с ним будет, когда он вернется домой на родину. При этом он находится в плену в другом государстве. Это абсурд, это бред. Я переживаю и за это, и за то, и за все остальное. Потому что я не представляю, что дальше будет. Ладно, давайте заканчивать уже 20 минут. Ладно, мам. Пусть найдет бумажку эту. Мы перезвоним через 10 минут. Все, мам. Время уже. Я тебя люблю. Я жив-здоров. Все хорошо. Найди, пожалуйста, номер. Я тебя тоже люблю. Убежись, пожалуйста. Держусь. Найди, пожалуйста, номер. Тебе попозже перезвонят. Хорошо. 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 Все, меняйте снимы с нами. Добрый. Собеседник поставил звонок на удержание. Разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Please hold on the line. Your conversation will be continued. Перезвонил. Пусть он скажет алло, пожалуйста. Она, видимо, щекой. Это холод. Все равно пусть он скажет алло. 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 Добрый день. Вас беспокоит журналист из Украины. Звать меня Дмитрий. Да. Если вы хотите поговорить с вашим... Да. Я поставил звонок на удержание. Разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключи. Она, видимо, нервничает. Да, конечно. Давайте вы начнете разговор. Или это и вторая линия звонок. Или это и вторая линия звонок. Поздоровайтесь. Мама, я закончу. Алло. Поздоровается постоянно. Мама, ты на удержание ставишь щекой. Аккуратно. Если вы хотите поговорить со своим сыном, вы должны дать согласие на запись и публикацию данного разговора. Аккуратно. Я журналист из Украины. Звать меня Дмитрий. Я ничего не понимаю. Что я должна сделать? Вы должны дать согласие на запись и публикацию данного разговора. Сейчас проводится интервью с вашим сыном. А это обязательно нужно? Если вы не даете согласие, вы не поговорите с вашим сыном. Да, хорошо. Алло, привет, мам. Никит, привет. Как ты? Не плачь. Успокойся. Всё хорошо, не переживай. Кормят, поят. Одевают. Все хорошо. Тихо, тихо, не надо. Точно. Все хорошо. Все хорошо, мам, пожалуйста, успокойся. Все хорошо. Здесь люди нормальные, адекватные. Не переживай, не твать, пожалуйста. Я что, не снимаю? Нет, все хорошо. Одеты, обуты, кормят, поют. Все хорошо. Не переживай, пожалуйста. Все хорошо. Всех меняют, меняют. У тебя так нету. Все хорошо, не переживай. Паша, в курсе? Я тебе приснилась. Тихо, тихо. Паша, в курсе? Я буду с тобой разговаривать. Да, да. Рустам, что там? Я в курсе. Никит, все переживай. Бабушка здорова. Ты мне скажи, все живы? Бабушка здорова. Бабушка ничего не знает. Она умерла. Она умерла. Так, Ира. Все знают. Все знают. Никит, все знают нашей бабушке. Ты в часть звонила? А? В часть звонила? Везде звонила. И Путину писать. Десять. У меня стопка всяких ответов. Ну, они всем одинаково отвечают. Ага. Вчера в приемную Путина письмо насили. Я понял. Хорошо. Никита, точно все в порядке с тобой? Да, мам, все хорошо. Не плачь, пожалуйста. Все в порядке. Я тебя очень сильно люблю. Собака как? Все в порядке? Да, нормально все. Собаке операцию сделали. Ну, спинной мозг. Нет, все в порядке. Да, переживай, пожалуйста. Все нормально. Когда меняют собаки, почему не поймут? Не знаю. Меняют чуть-чуть людей. Все в порядке. Нет. Точно? Да, да, да. Не плачь, пожалуйста. Хорошо. Кристина пишет. А? Кристина не писала. Пишет, звонит. Ну, все, все, Никита, все знаем. Все переживают. День, ночь. Это вообще ужас какой-то. Ну, ночью, пожалуйста. Все в порядке будет. Не переживай. Капитан, не капитан писала кому-нибудь? Звонили? Капитан на меня принципиально трубку не берет. Ира с ним разговаривала. Мы разговоры записали. Он выставляет вас дизертирами. Козел. Имей в виду, никаких контрастов. Мне подписывать вас будут заставлять подписывать контрасты, чтобы вы признали, что вы дизертирами. Ничего не подтверждать. Все нахуй пошли. Уютки. Мам, видео-фиксация? Давай, без мата. Аккуратнее. А, хорошо. Ладно. Ладно. Мы в телеге все-все увидим. Мы везде подписаны. Мы видим, что происходит. Как канал называется? Ну, это видео, мам, можно будет посмотреть на ютубе потом. Если можно, я тоже отвлеку на одну минуту, потом договорить. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я журналист из Украины. Мое имя Владимир Золкин и одноименный канал. Золкин, Владимир. Да, я уже знаю вас. Я знаю каждый раз. Хорошо. Спасибо. Вот, видите, наконец-то дошла и очередь до вашего сына. То есть вы, наверное, должны уже... Да. Ну, а почему вы все-таки задаете ему вопрос про издеваются, не издеваются? Вы же столько видео посмотрели. Вы что, им не верите? Нет, я это вижу, понимаете. Просто у мальчишек про интервью, которых уже освободили, они рассказывали, как издевались-то. А вы сравнивали эти интервью с моими интервью? Вы не нашли в них никакой разницы? Нет. Ну, понимаете, в интервью-то я смотрю ваши постоянно у мальчишек. Да. А почему в моих интервью практически нет никакого монтажа и обрезок, а в российских интервью на 30 секундах 4 обрезки? А я российский не смотрю. Так вы же говорите, говорили мальчишек, вы же, видно, это слышали. Нет, мальчишки я смотрела на... Это мамы выкладывали, где они в госпитале. Но, опять же, они рассказывали не про себя, а что офицеров там... Ну, с офицерами отдельное отношение. Широчники... Они одинаковые отношения ко всем. Если они в плен попали, то в плену, как в плену у нас. То есть даже, наверное, лучше, чем вы себе это можете представить. Может, с кем-то там при задержании что-то и происходило. Бог его знает, все-таки война. Никто не знает. Но, если они попали в плен, то ко всем абсолютно одинаковые отношения и ко всем нормальные отношения. Это так страшно, даже слово война. Это так страшно. Да, это действительно страшно. Вы понимаете, что у нас дети гибнут? Девочки, мальчики по 5-10 лет. Знаем, мы все это знаем. Дети у всех. Всех жалко. Да. И наша сторона. Да, да. Но знаете, в чем разница между той стороной и этой стороной? Я, если честно, уже вообще ничего не понимаю. Разница в том, что эта сторона никуда к вам не пришла. А пришла именно ваша сторона. Пришла, а зачем пришла? Что вы хотите? Ну, не вы конкретно и не ваш сын, а вот Россия чего хочет? Это же, наверное, как-то показывают, объясняют. Россияне-то должны понимать цель, чего вы хотите. Я, честно говоря, вообще не могу понять. Здесь, скорее всего, политика. Да, правда. И ваш сын ее часть. Да. Ну, видите как. Им же сказали. Научение в Воронеже. Не, ну это история. Эта история понятная, известная. А теперь в результате какой-то капитан вернулся, как мы понимаем, уже из второго случая. А ваших детей обвиняют в том, что они куда-то там дезертировали. Срочники. Да. Да. Ну, так это нормально? Нет, конечно. Ну что? Ну. Ну. Это будем бороться уже. Главное, чтобы его отменяли, вернули. А теперь смотрите другая история. Мы изначально публикуем все данные всех ваших погибших и пленных. А Россия не только не публикует данные наших пленных. Не дает звонить домой, ничего не показывает. Она еще и отрицает своих пленных. А если не отрицает, то пытается сделать так, что кто-то там куда-то дезертировал. Вот подумайте просто. Не надо никому верить. Просто возьмите исходные данные фактически и сравните. И поймите, кто здесь прав, а кто здесь виноват. Потому что у вас не знают, кому верить. Новости вообще не надо смотреть. Да, на самом деле. Да. У нас на самом деле не знают уже, кому верить. Потому что тут так говорят, там так говорят. Так при чем здесь тут так, там так? Есть же фактические данные. Я вам их назвал. Плюс Зеленский предложил обмен всех на всех. Путин никак не реагирует. Вот видите, а у нас говорят, что наши предлагают, а ваши отказы. А зачем то, что говорят? Послушайте интервью российской прессе Владимира Зеленского. Он давал интервью российским журналистам. И прямо сказал, что наша сторона просто предложила, давайте обменяем всех на всех. Ну наш президент это сказал. И потом возьмите, как ответил ваш президент. Вы поймете, никак. И не будет, говорят. А где это посмотреть? Я не знаю. Ну интервью Зеленского российским журналистам просто там загуглите. Ну если там найдете мой телеграм-канал, я вам скину ссылку. Хорошо. Но я вот в основном смотрю, ищи своих. Ищи своих. Да, мы можем на ищи своих дополнительно опубликовать еще вот эту вот цитату Зеленского, если что. Сегодня опубликовать. Да, для того, чтобы вы поняли. А новости смотреть не надо. Ни наши, ни ваши. Не надо смотреть новости. Не надо никому верить. Новости я и не смотрю. Да, да. Не смотрю, я вот в основном ищи своих вот в этом части. Да, и не надо никому верить. Есть факты, есть фактические данные. Вот так-то и так-то. Россияне сюда пришли, пришли с оружием. Зачем пришли? Вот вы говорите, вот вы все время объясняете это все слово. Это наверное политика. Но вы же должны как по-человечески тоже себе как-то попытаться дать ответ. Зачем солдаты военные одного государства заходят в другое государство? В чем смысл? Я не понимаю, честно. Я не понимаю. Или у меня уже крыша съехала. Ну, у вас проводятся митинги, правильно? Вот этот ЗАМИР, буквочка З. Да. А вы понимаете, что это на самом деле митинги в поддержку вот этой так называемой спецоперации? Нет, я так поняла, что эти митинги проводят, что нет войне. Так они проводят в поддержку спецоперации эти митинги. То есть митинги, которые подписаны ЗАМИР, это на самом деле митинги ЗАВОЙНУ. Вы представите, до какой степени у вас все перевернуто. Перевернуто, да. Ну, на сто процентов. То есть с точностью, да наоборот. Если они выходят в поддержку спецоперации, то это митинг ЗАВОЙНУ конкретно. А не ЗАМИР никак. В митингах ЗАМИР вообще не может использоваться вот эта вот ЗЭТ-ка, новая сластика. Это не ЗАМИР. Это вас обманули. Ладно, хорошо, я заговорился. Все, извините, продолжайте с сыном договорить. Алло, мам. Спасибо. Спасибо. А крест не в курсе? Всегда в курсе. И дед в курсе. Только бабушка не в курсе. Капитан вернулся, я так понимаю? Капитан наставляет вас везде. А он вернулся? Они вернулись? Нет. Он двадцать девятого числа. Не в сети. На меня он трубку не берет. На Артема маму тоже не берет. Ирка только звонила для него. Мы разговоры записали. У нас все есть. Адвокат все работает. Они не вернулись? Наши срочники еще в беседе мам-мам. Два срочника у нас оставались еще в палатке. Они тоже в курсе про все вот это вот. То, что нас отправляли. А какие фамилии? Да, если хотите, я разговор могу опубликовать на еще своих, если захотите. Не, не нужно. Может быть, не нужно. Там оставался контрактник Андрейчик. Альтернативщик. И два наших срочника Михайлов. Даня. И Мазов Сережа. Кто срочники? Они уже давно в части. Их увезли давно уже. Да? Они все под Москвой. А контрактники вроде как ушли с вашим капитаном. С 29 числа на связь не выходит никто. Там тоже все переживают. Я понял. С нашей вообще беседе никто не появлялся с колонны с нашей. Нет. Нет. Я только с Артемом мамой напрямую общаюсь. Она в больнице. А, нет. Вчера ее выписали. Но она дома. Сейчас дома. Хорошо. Вот. А ты Артема видишь. Он со мной сейчас. Рядом. Мы в разных камерах. Но все нормально. Все нормально. С мамой все хорошо. Передай ему. Она ее выписали. Нормально все. Она дома. Хорошо. Я тебя очень люблю. Я тоже тебя очень люблю. Ну, спокойно. Не плачь, пожалуйста. Все хорошо будет. Скажи, что сможешь посмотреть видео. Убедиться. Ты сможешь посмотреть видео. Убедиться. Хочешь, я тебя рукой помахаю. Хорошо. Все будет хорошо. Не переживай, пожалуйста, мам. Я тебя очень сильно люблю. Как бы тебя тоже не люблю. А, скажи мне такой вопрос. А? Леша Баженов. Писал тебе? Это кто? Тоже сослуживец. А он меня искал. Тут по базе мы посмотрели. Он искал меня. Еще кто-то представился. Моим отцом тоже искал. Слушай, я не знаю уже. Тут, по-моему, весь город тебя обошли. И все писали. Я уже даже запуталась. Я уже вообще плохо соображаю. Что происходит? Все хорошо будет, мам. Не переживай. Ладно, надо закругляться. Я тебя очень люблю. Все будет хорошо. Пожалуйста. Держись. Я тебя тоже. Хорошо. Мы ждем тебя. Я тебя люблю. Пока-потам. Не будешь я? Нет. У вас были очень хорошие эмоции, когда вы услышали, что парней объявили дезертирами. Да. Это как бы... Понять. История в том, что если вас не объявили... Если вы не знаете, что вас не объявили, то это не факт, что вас не объявили. Короче, это не наше все дело. И мы никто не... Что вы об этом думаете, парни? Ну, в шоке. Нас бросили в поль и объявили дезертирами. Вы сейчас об этом узнали. Правильно? Да. Ну, смотрите. Вот то, что делают ваши родители, это на самом деле очень хорошая и правильная история. Потому что они хотя бы записали звонки, они хотя бы записали все эти разговоры, они хотя бы начали об этом делать, поднимать какую-то кучу. Потому что если бы они этого не сделали, а вы просто приехали по обмену, вас бы сразу туда запахли? Без понятия. А так вы хотя бы будете знать, что говорите? Да. Как бы готовы к тому, что вам будут там что-то предъявлять? Ну, мое мнение, что, как минимум, сейчас им предъявлять дезертирство тупня, потому что про эту историю узнает много людей. Да. Да. Возможно, благодаря этому видео, кстати, сниму вот эти обвинения. Чтобы не поднимать, чтобы не привлекать дополнительное внимание к нашему каналу, потому что они его боятся, как предъявляют. это реально. Как оцениваете действия вашего командования? Ну, что это уже всё время? Без комментариев, тут ничего просто сказать. Ладно, хорошо. Заканчиваем. Передайте что-нибудь россиянам, которых вот сейчас отправляют в Украину, и они уже знают, куда их отправлять. Что им делать? Не ехать. Эта война здесь никому не нужна. А то, что командование объявляет нас дезертирами, я в шоке. Вы можете что-то сказать, два слова? Просто жизнь кому-то можете спасти. Как с вашей, так и с нашей страны, если до несёте? Всеми способами старайтесь не ехать сюда. Здесь, ну как сказать, люди гибнут, дома разрушают. Просто старайтесь как-то съехать с этого всего. Я хотел уточнить. Вы подписывали какой-то рапорт, но не контракт. Амани говорит о том, что ей в части говорят о том, что вы подписали контракт. Мы не подписывали контракт. Я лежал в МПП, медчасть. Вернулся и мне сказали, что за нас уже написали на особый срок какие-то рапорта. За всех. На три месяца на время командировки. По документам я в МПП лежал, это можно будет доказать. Вы были в санчасти? Да. А вы подписывали документы какие-то? Рапорт какого-то на контракт. Или какой он там? А, на три месяца на этих? Да. Его не подписали, его за нас написали и подписали. За вас поставили подпись? Да. Я не мог ее написать. Вот же Бенилая, да? Вот же Бенилая. Человек лежит в санчасти, болеет. За него написали, рапорт подписали. А теперь он дезертирует. А по факту дезертирует. Потому что офицеры сбежали, оставили личный состав. Ладно, это были парни из Питера. Еще раз, в порядке все с нами, да? Да. Парни из Москвы вообще теперь ничего ориентировать не хотят, правильно? Или можете что-то все-таки туда передать людям, которые сюда идут? Надо идти, надо. Не надо. Ладно, никому не нужно. Да, я не знаю, это как-то странно. Вы тут оставили, вроде вас туда. Тут что-то такое. Закрыли. Вы пришли из-за стола, потому что, ну, после рассказа о дезертирстве. Я же вам говорю, ну, то, что вот вы об этом не знаете, это не значит, что вас там тоже дезертирами не обидели. Ну, то есть, если такие факты есть, то у них как бы... Мы пробовали дозвониться, найти какие-то номера, не нашли. Парни номера не помнят, куда звонить. Да, ну, в общем, все, все, друзья, спасибо. Как вы там ходили? Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте вподобайку. Колокольчик. Колокольчик. Колокольчик? Да. Звон. Уведомления. Уведомления. Уведомления